Неформальный девиз сочинского форума. Инвестиции в регионы, инвестиции в будущее. То, что регионы заботятся о своем завтрашнем дне, хорошо заметно на выставке проектов. Яркие стенды, макеты, информационные панели. За каждое из них реальные предприятия, дороги и туристические зоны. Деловые встречи на стенде Краснодарского края в режиме нон-стоп проходили с самого утра. Соглашение о строительстве аэровокзального комплекса в Геленджике подписали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Компания давний и стратегический партнер региона. После реализации проекта на месте старого аэропорта появится современнейшая воздушная гавань. Это повысит доступность курорта и увеличит поток отдыхающих на Кубанское побережье. Только сейчас Геленджик ежегодно принимает 4 миллиона туристов. Вас поблагодарить за такое неустанное внимание к краю и поддержку. Это не первый проект, который мы с вами сегодня, я надеюсь, реализуем. И вы сегодня сказали, что отношения хорошие, это правда. Но я уверен, что будут еще лучше. Инвестиции примерно около 300 миллиардов рублей. Это огромный инвестиционный портфель, который Геленджик пока еще не видел ни в одном проекте. Это знаково сегодня и для Геленджика, и для побережья нашего Черноморского, и, конечно, для всего края. Такой аэровокзальный комплекс – это новый, я бы сказал, высочайший архитектурный стандарт, который в Геленджике появится. И все остальные уже строящие объекты должны будут под него тянуться. Ну и сервис, который, и уровень обслуживания, который там будет задан в рамках уже этого высокого архитектурного стандарта – это, конечно, новый уровень в целом и обслуживания, и сервиса самого Геленджика. Не сомневаюсь, что такой аэровокзальный комплекс станет визитной карточкой и Геленджика, а может быть и всего Краснодарского края. Уже не первый год сотрудничество называется по разным направлениям, мы очень ценим, как руководство Стандарского края относится к инвесторам, вообще к новым проектам. Мы сейчас очень напряженно работаем с тем, чтобы в ближайшее время уже одобрен был проект, утвержден, и сроки, которые наметили от конца 2021 года, будут вполне реальны для того, чтобы построить новый аэровокзал. Безусловно, такие вложения в инфраструктуру требуют особого подхода. Чрезмерные риски тут неуместны и от региональных властей, в том числе зависит доверие инвесторов. И лучший показатель в данном случае – масштабирование бизнеса на одной и той же территории. Например, горный курорт «Розахутор» в будущем планируют расширить и к лыжному отдыху добавить больниологически. Сотрудничество в этом направлении на полях форума обсудили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и генеральный директор «Розахутор» Сергей Бачин. Сегодня Красная Поляна в целом нуждается в развитии, потому что количество туристов год от года, отдыхающих, растет. Если мы сегодня будем максимально стараться еще и расширить спектр услуг, которые сегодня можно получить на нашем уже мировом курорте Красная Поляна, то я уверен, что их будет еще больше. Больное направление, мы о нем всегда говорим. И я еще раз хочу подчеркнуть, это принципиально сегодня для администрации края, для власти. В целом для страны важно, чтобы все-таки уделили внимание больным направлением. Возможности края сегодня с точки зрения оздоровления, они не ограничены. Просто нужно умело пользоваться этими ресурсами. Я не знаю, насколько он будет коммерчески окупаемым, но то, что он будет значимым и привлекательным для отдыхающих, не только нашей страны, я уверен, и зарубежья, пусть даже ближнего, это однозначно. Безусловно, мы считаем, что это будет и интересно для туристов, и коммерчески тоже очень интересно. Почему? Ведь одна из проблем любого курорта – это сезонность. Например, если вы берете море, то замечательно море летом. Если мы берем горнолыжную тему, она замечательно зимой. А когда мы говорим про болнеологию, это работает круглый год, и особенно во внесезоны. И в этом смысле как раз, я думаю, что мы не просто будем болнеологию развивать, для нас это еще и будет определенное сбалансирование всей инфраструктуры, которая там находится. Туризм – одно из конкурентных преимуществ Кубани. Однако развивать экономику в регионе намерены не соперничая, а сотрудничая со своими соседями. Проект «Золотое кольцо Баспорского царства» получил сегодня всероссийский статус. В присутствии премьер-министра страны было заключено соглашение о сотрудничестве между Ростуризмом, Краснодарским краем, Ростовской областью, Крымом, Севастополем и Русским географическим обществом. Важный для отрасли документ подписал губернатор Кубани. Маршрут объединяет сразу четыре региона страны. Детали уникального для юга страны проекта. Дмитрию Медведеву рассказал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев уверен, комплексный подход к развитию курортных территорий достал чок к развитию Азова Черноморского побережья. Предполагается, что маршрут «Золотое кольцо Баспорского царства» объединит 10 городов и поселков, где расположены античные артефакты. Сегодня есть уникальная возможность экономить в сфере Севастополеморского комплекса Краснодарского края, Ростовского и Крыма, сделать честную экономику. Проекты есть как раз, «Золотое кольцо Баспорского царства». Он по большому счету является маршрутом, который явно будет востребован сегодня отдыхающими, туристами, потому что он объединяет, я уже сказал, четыре региона и максимально проложен по тем местам, которые являются исторической достопримечательностью уже юга России. Вы как-то хотите эти маршруты субсидировать или просто развивать дороги? Что нужно? Уже смотрите, инфраструктура вся есть, потому что и Крымский молд даст, и используем то, что есть, и хороший фонд гостиниц и так далее. И что принципиально важно, мы не будем винить туристов. Все южные регионы объединяются, и экономика общая. Нет, я не понимаю, ради этого вы ее подписали. Абсолютно верно. «Золотое кольцо Баспорского царства» – пример того, как в регионах грамотно используют свои сильные стороны. Ведь очень важно учитывать местные особенности и не уравнивать всех под единый стандарт. Об этом Дмитрий Медведев говорил на пленарном заседании. Участие в нем принял губернатор Краснодарского края. Основной темой дискуссии стала реализация национальных проектов. Наша ключевая задача, чтобы у людей, вне зависимости от того, где они живут, были нормальные условия для жизни. Цель одна, но задачи у каждого региона свои. И эти особенности и задачи определяются чертами характера, если хотите, этого региона. То, что необходимо, скажем, для развития Псковской и Новгородской областей, не так актуально для Краснодарского края. Или Кавказа. Иными словами, национальные проекты должны быть всегда заточены под конкретные нужды конкретных регионов. И деньги должны распределяться соответственно. На Кубани уже разработали стратегию развития региона до 2030 года. Она учитывает в том числе и 42 региональных проекта. Одна из ключевых задач наращивания промышленного потенциала. В этом свете символичным выглядит подписание протокола, который сулит миллиардные вливания в Южный завод тяжелого станкостроения. Он располагается на базе бывшего завода имени Седина в Краснодаре. В присутствии главы Минпромторга свои подписи на документах, которые помогут возродить некогда легендарное предприятие, поставили губернатор краевень Минкондратьев и председатель совета директоров завода Вадим Батанов. Что касается завода Седина, это один из важнейших элементов, связанных с развитием любого сектора практически промышленности. Невозможно без основных фондов развивать. Я очень рад тому, что Краснодарский край сегодня ассоциируется не только с жительницей, и производством сельхозпродукции, но и в первую очередь уже для предприятий промышленности. Это ассоциируется с обрабатывающим сектором, что очень важно для того, чтобы диверситировать экономику края. Завод имени Седина для нас стратегическое предприятие, можно сказать, один из флагманов. Перспектив развития промышленности, я уверен, не только края, но и всей страны. Станки, которые сегодня начали выпускаться, это первый шаг. У него, я уверен, очень устойчивое экономическое завтра. А самое главное, что станки, они будут, я уверен, востребованы во многих отраслях промышленности, экономики. Но самое главное, что мы сохранили уникальнейшую площадку, на которой сегодня находится завод. Я уверен, что вот совместными усилиями, единственное, я вас хочу лично благодарить за то, что сегодня завод имени Седина вернулся в строй. Очень важно нам всем быть уверенными в том, что промышленность края имеет свою перспективу, и мы должны уверенно смотреть в запрещенный день. Это только одно из многих соглашений, которые были подписаны Краснодарским краем уже в первый день Российского инвестиционного форума. Объем контрактов на сегодня превысил 155 миллиардов рублей. Александр Иванченко, Денис Перец, Алексей Комаров, Виктор Чаусов, Кубань-24, Сочи.